Так, ребяточки, Кафаров надо было, Кефиров назвать, будем его Кефировым называть. Кефиров, следующее задание Battlefield 3, средняя сложность. Так, Дима Маяковский, Дима, Дмитрий, Димон, Маяковский, Маяковский, Кефиров, короче, Пушкин и Есенин, поехали. С вами Юранко, мы продолжаем прохождение Battlefield 3. Отклонение, давай, минимальное. Ага, окей, а чё все в противогазах-то, ребят, может, вроде как не в Чернобыль-то спрыгиваем. Чё ты его трясёшь-то? Мужик, ты как? Красный включён, давай, открывайте там дверь. Сейчас всё опустим, нормально, во, Дима. Подожди, на чьей стороне-то мы воюем? А, Кирилл и Владимир. Давай уж двух братьев поставили, Кирилл и Мефодий. Зелёный включён, давайте, прыгнуть. Короче, мы за Димона играем, давай, Димон. Вау, хорош, полетели. Попасть в какой-то лагерь надо, короче, какой-то попасть. Так, заиграла музыка у нас с тобой, которая играет при победе в мультиплеере. Говорит, падай трубой. У нас с тобой какие-то полупрогруженные текстурки. Вдалеке виднеются островки. А чё происходит-то? Короче, мы куда-то все летим. Ребята, вы, походу, парашюта забыли надеть. Сейчас будет бомба. Чё, не сбросили-то, я так и не понял. Зачем мы летим, почему в противогазе? Хотя, наверное, стоит догадываться, если они вот какую-то вот эту бомбу свою выгружают. Сенсоры затых в порядке, погнали. Чё-то птиц, правда, не видать, не птиц, а самолётов. Открыл. Довольно поздно ты открыл парашют на самом деле, потому что парашют открываться должен раньше. И малая вероятность, что он мог так спрыгнуть, потому что обычно, когда там прыжок, падение. Где-то в 100 метрах в том направлении. Будто со второго этажа, но все, кто прыгали с парашютов, просто знают уровень, скажем так, до падения. Надо их валить, пока они никого не предупредили. Патруль. Смотри. Подожди, может здесь были? Дай машину и добраться до вилы быстрее. До вилы. Только смотри, не расхерачь её. Целься чётче. Ага. По моей команде. Подожди. Один. Два. Три. Я просто не пойму. Подожди. Это натовцы, что ли? Куда вы все побежали-то, ребята? Как же биться? Всё. Всё. Вроде всё. А, там ещё ребята припёрлись. Ф-2000. Ф-2000. На. Я не понимаю, что это за патруль. Со снайпера стреляют. Открыть ящик. Ага. О-о-о-о. Дао. Дао-мао. А чё это такое? Интересно. Какой-то тоже ещё один рыбовик. Типа я забрал сайгу. Я понимаю. Давай сайгу возьмём. На. 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 Всё. Проникнуть на вилу... А, кефирово. Короче, это мы кефировые. О, смотри, прикинь, на ландровере. Какие-то странные номера. Как они вообще разбираются? Как они ориентируются по таким номерам? Вообще не понимаю. Слушайте, это, по-моему, язык чужого. Ой, это язык хищника. Помнишь хищника? Вот у хищника такие же символы были. Но по внешнему виду машина это ландровер. Просто не стали рекламировать, поэтому здесь просто компания не написана. Всем известный ландровер с ренджровером. Погнали. Что-то у нас стекло немножко пробило. А, у нас насквозь пуля прошла. Но ничего страшного. Как раз проветримся чутка. Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Не могли переодеться. Это была хорошая идея. Давай по дороге. Ну, погнали. Конечно, по дороге. Последние изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Ну, ты же бред какой-то. Во. Смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Ага. Интересно, как это. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне. Насколько должно быть застонировано стекло, чтобы они даже не видели, что кто едет в машине. Вообще, как бы, тонировка лобовых стекол запрещена. И я вижу, что передние стеклы не тонированы. Они уже рядом с долиной Гелат. Гелат. Гелат, Пилат. У нас проблемы с воздухом. Я в курсе ситуации. Ну, напердели, если... Конечно, у вас проблемы с воздухом. Зачем напердели тогда в воздухе, чтобы... Чем дышать-то? Чтобы дышать нормально, не надо пердеть. Проблема с воздухом. Я пойду вторым. Даже воздух был какой-то спертый. Будь готов к смене плана. Окей. Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемоданчик. Короче, это, видимо, его частная охрана, я понимаю. Сейчас, неужели они не распознают вообще их? Ворота. Ну, чё ты ждёшь? Чё ты ждёшь? Давай, 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 ну! Твою хать. Чё? Как они не распознают? Я не понимаю, что мы... Мы же не из их охраны. Чё за бред? Даже другой камуфляж. Сейчас вас... Сейчас вас просканируют биологическим сканером. Скажут, что вы бандиты. Всё, что ли? Проверь дверь. Дверь ещё продержится какое-то время. Давай! Комнату управления там! Комната управления. А, видишь, они хотят пробраться, но у них не получается. Помогите, ребята, пошли! Какие-то ребята пошли. Суприс не получил, быстрее. Куда? Куда надо-то? Нам подтвердили, здесь враги. Амраги? Погнали. Мы не знаем, скоро узнаем. Американцы. Подожди, так они же не американцы, у них даже имена-то русские. Не американцы, это какие-то обосранцы. Чё, они не могут дверь свою, собственно, открыть, чтобы сейчас зайти? Чё за бред вообще? Алё? Хлоу! Проснитесь и пойте! Что за бред? Я, конечно, всё понимаю, ребят, но... Нужно же задумываться в конце от концов над реалистичностью этой игры. Куда мне нажимать? Какую кнопку? На, вот сюда. А, типа... Короче, как всегда, ответственность по нажатию кнопок на мне. Сейчас мы подожди, ну-ка. Дрыньк. Хорош. А. Здрасте! Больно, конечно, больно. Ой, полёт! Огонь на подавлении! Что за бред? Мои? А где, где враги? На! Норм. Ни хрена себе бумкнуло, хорош. Ну это да, вот это уже реалистичность. Правда, он должен был отлететь, скорее всего, у меня. Открываю огонь! Открываю воду, закрываю огонь. Прошу прощения, ребят, за звуки опять из ВК, которые появляются. А, смотри, у меня лазер откуда-то взялся, лол. А, у меня ещё и фонарик вместе с этим лазером. Открываю огонь! Я вышел, пригрой меня! Да что же вы делаете, в конце концов? Открываю огонь! Открываю огонь, на тебе! На! Да что же вы делаете? Сейчас, подожди, сейчас мы присядем. Все рейндж-роверы расфигачили. Что же вы делаете? Что же ты делаешь? Не стреляй по машине. Тима, огонь на подавление по РПГ! Ух ты! Они сейчас свои же собственные горы расфигачат. Всё? А, он присел так. Как? Как они так прячутся? У вас голова открытая. Научитесь прятаться хотя бы. Все мертвы! Потому что они... Как они прячутся? У них полтела торчит из-под забора. Из-под бетонного. Вижу снайпера. Снайпера не вижу. Он умер. Да что же вы делаете? Сейчас я как прилягу. Ай, больно. По всей видимости, это просто какая-то охрана вот этого кефирова. Как я понимаю. То есть, это даже по сути, это не военное. Это какая-то частная охрана кефирова. Вот этого. Короче, будем брать дробовик. Ну, вообще, это сайга. У сайги разные есть боеприпасы. Я как помню. Всё. Как оказывается, всё легко-то делается. Отдыхаем. Я насчитал 30 трупов. Крову недооценила его охрана. Да, это я же сказал, что это его частная охрана. Сходи за крышей! Куда собрались? Стоять! Открыли дверь! Вот это я заберу себе. Вот это мне нравится. Оооо, сейчас пойдёт, ребята, Мачилова. Это же пулемёт. М60Е4, по-моему, да, называется? На! Всё, ребята, слушаем музыку. По прибытии доложу. Стойте! Так, тим на крышу, займи позицию и прикрывай туда огнём. Ооо, бассейник, бассейчик. В бассейне я поплавал. В этом узло играет, надеюсь. Чего такое? Надеюсь, авторское право нам не кинут за эту музыку. Тренажёрка. Ух ты! И всё, что ли? А где качалка? Открываем дверь, давай. Ух ты, здрасте! Ты чё? На тебя! Ну-ка, спать! Так, мне предлагают взять УСАС. УСАС-12 какой-то. УСАС. А, зачем мне дали снайперку? А, это УСАС у меня был. Зачем мне, правда, тепловизор, непонятно. Но пускай будет. А, я в своего стреляю случайно. Прикинь, какая у него крутая бронебойная спина. Чуть не пробиваемая. Он выдерживает такие выстрелы. Со снайперской винтовки. Стоять! Пленных не брать. А, потому что тут дымов напустили, поэтому-то они отступают. Да что ж такое-то. Опять эти снайперы. О, полёт! Полёт снайпера! Давай! Ещё полёт одного снайпера. ЗАНИМАЮСЬ СНАЙПЕРАМИ! ЗАНИМАЮСЬ! ПЛАНЬ ПО СНАЙПЕРАМ! На! Всё. Готово. Они до вилы дошли! Все могут уронять заднее крыло! Враг заходит слева! Врагу чё и справа заходят, я там более того скажу. Точнее, он как бы лежит, обороняется. И сидит. Чё-то какая-то полнейшая жесть, я вам скажу, ребята, происходит. Это было больно, но я тоже сам виноват, что рискнул. Конечно, пулемёт бы сейчас не был бы лишним. Если вы оказались без оружия, не высовывайтесь. Но, блин, если вы оказались без оружия, то нужно просто поднимать боеприпасы, я вам скажу. Наверное, это вот такой вот принцип должен быть игры. Так, принцип жизни. Так что же вы делаете? Всё, отдыхаем. На тебе! Ну-ка! Здрасте! Бабах! Вы чё, вообще, я не понимаю. Вам гранату кинули под ноги в бессмертные, что ли? Качеюшки? Я тоже выхожу. Прикрываю. Вот это тоже хорошая тема. Вот мы сейчас возьмём вот такое вот вещь. Сейчас только перезарядимся и пойдём дальше. Так, смотри, какой-то абстракционизм у нас с тобой какой-то апокрифичный, короче. Как бы сказал Кузя. Второй этаж, пошёл. Да. Какие-то у нас с тобой написаны, нарисованные интересные картины. Глухой, что ли? Вперёд, вперёд! Ну, а тебе! Видал, как быстро сошки мы с тобой достали? Тут стрельба-то. Я по ним стреляю. Что за бред? Они бессмертные, что ли? Что за чушь? Я видел одного. На тебе! Всё, боеприпасы, 700 патронов. О, конечно, всё. Конечно, больно. Конечно. Где вертолёт? А, вот, походу, мы-то и были на горах. Сейчас, типа, мы прибудем, как бы, а тут никого не будет. Кто там стреляет? Не вижу, тут стреляют, пострелять не пойму. Сейчас мы их всех отвлечём. Да куда там ты? На тебе! Всё, ребята, вы чё, не боитесь? Выходите. Вперёд ногами вас вынесут. Так, идём дальше. Ух ты! Ни хрена себе! Что-то нормально так полетело. Ну-ка. Берегись, граната! Берегусь, спасибо, что предупредил. Хорош. Красавчик. Сами себе под ноги даже гранаты бросают-то, посмотри. Что это за охрана? Ух ты! Хорош. Так, быстро взорвалась. Давай, давай, пошёл! Ну-ка. Сейчас как-нибудь. Бабах! Ну-ка, сейчас ещё одну бросим. Сейчас ещё одна полетит. Ну-ка. На тебе! Всё, что ли? Потому что мы их гранатами закидали. А чё у нас какие-то три? А, это у нас с тобой, видимо, автоматический режим огня. Кто-то есть. И уже его нет. Только что был. Ух ты! Всё. На! Открылся. Так, где кефиров? По-моему, здесь всё грязно как раз-таки. Потому что здесь столько грязи мановили, весь дом расфигачили. Хотя, чё ему, если у него столько денег, я думаю, хватит это потом и на новый дом. Это не проблема для него будет. Так, чё-то какое-то нам дали с тобой. САС-12. ЕМБР, кстати говоря, хорошая тема. На самом деле. Такая полуавтоматическая винтовка. Она может использоваться как для средней дистанции, так и для дальней. Можно было бы, хотя бы её бы сейчас здесь взять. Вообще, можно было бы им свет обрубить. С прибором ночного видения ходить. Ну ладно. Сейчас мы покажем, что здесь есть кто. На тебе! Ну-ка. Хорош. Всё. На изи. Видишь, они даже на меня внимания не обращают, по сути. Нет, ещё нет. Я слышал их там трое. Давайте. Заходим. Я бред не верил. Как всё это могли устроить три человека? В смысле трое. Там была дверь сзади. Мы столько здесь загасили, какие трое. Смотри, нет ли обходного пути. Здесь уже человек сто, наверное, было. Это их трое, говорит. Дверь париметра сзади. Ну-ка. Всё. Всё, отдыхаем. Куда побежал? Всё. Братан, стреляй по мишеням. Я не понимаю. Они вообще не понимают, что где я нахожусь. Вон там, короче, где-то за... Засел за блоками, за этими. Всё. О, мишени появились. Пути по ним. По ним даже можно стрелять, на самом деле. По этим мишеням. Вижу, что на... Вижу, что на меня... Целят. Да что ж ты делаешь со мной? Нет, я пас. Всё. Сказал, что он пас. Сейчас мы его, ну-ка, заслепим как раз в темноте. Тоже вижу тебя. Привет, братан. Вот и мишени вырубили. Да-то иди ты, не мешай на дороге. Всё, что ли? Похоже, что всё. Всё. Так, перезарядочку давай сделаем. Калаш у нас с тобой. Ой, это самый... Нет, это самый... Тюб-77, по-моему, да, называется? Пулемёт. Всё, отдыхаем. Быстрее! А, вы здесь уже пришли? Молодцы. Погнали, давайте. Открывайте дверь. Хорош. С ноги. Где охрана-то? Чё? Взорвалась? Кто-то в кого стреляет-то? А у нас стреляют. Чё-то всё загорелось, ребят. Вы чё пожар-то развели в таком доме? Дорогой же дом. Вам и так в порядке наводить. Вот, прикинь, тут горит полностью. Весь и всё. Вообще без дома останетесь. Стоять! Это типа... Это он, что ли? Я не пойму. Походу, он. Не хватит кефирова. Где кефиров-то? О, здорово! Ну-ка! Ать! На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! Всё! Успокоился, дед! Давай, полетели! У-а-а-а! Плюх! Всё! Отдыхаем. Нормально. Поймали, слушай, прикинь. Прямо как раз над бассейном поднялись. Кефиров! Куда собрался? Послушай. Это ключ от клиентского сейфа в Женеве. Возьми его. Всё, что в нём твоё. Ать! У меня их нет! Понятно? Кого их-то? Вам нужен... А-а-а! Кого нет-то? Это Соломон! Послушай, у меня есть информация о Соломоне. Соломон умер не столько тысяч лет назад. Я знаю, что он планирует. Я знаю, куда направляется чемодан. В Израиле. Свобода за информацию. Ты меня отпускаешь, я говорю всё, что знал. Я расскажу тебе, куда направляется Соломон. Я знаю, что он делает... А-а-а! Ать! Всё? Чтоб помолчал немножко. Всё правильно, мы туда поехали. Дело о том, что я мог бы изменить. Может, даже думал бы лучше бы меня, а не их. Вы добираетесь до виллы Капарова. Раньше основного русского отряда. Раньше всех. А, так мы раньше всех, получается, прибыли. И вы приняли решение. Вы охереть, как быстро решили и про жизнь свою, и про верность. И про то, насколько сильно хотите помочь стране. Ну, типа того. Ничего вы не знаете о моих решениях. Ну, так расскажите мне. Убедите меня. Мы разделились, чтобы обыскать виллу. Я был один. Ага, чтобы обыскать виллу. Чтобы, короче, виллы обыскать. Это край вообще виллы. Но, ребяточки, о том, что будет дальше... А-а-а! Мы с вами сейчас до сих пор продолжаем прохождение, прикинь. Сержант Генри Блэкен, первое разведительное подразделение. Видишь, что описано у нас с тобой? Кафаров. То есть мы с тобой сейчас продолжаем прохождение этой миссии. Мы не будем останавливаться. Значит, мы сейчас с тобой идем дальше. Я-то думал, что новое задание у нас с тобой. Оказывается, нет. Так, а вот у нас с тобой наш Кефиров. Не делай глупостей! Опа! Кто это сказал? Оп! Этот урод... Украдут из России три ядерных устройства. И продал их человеку по имени Соломон. Соломон использует ССО. У него две цели. Нью-Йорк и Париж. Заряды он перевозит на общественном транспорте. Он собирается вскоре взорвать бомбу на Таймс-сквер. Этого допустить нельзя. Мы можем положить конец войне между нашими народами. Вот это давно пора сделать. Не политики, не деньги, а просто два солдата, говорящие правду. Помоги мне с этим. Пристрели его, или умрут миллионы. Окей, как скажешь. Ложись на землю! Я сказал, ложись на землю! Бах! Запомни. Надо помешать Соломон. Подожди, а в кого мы выстрелили? Погоди, так он своего пристрелил, что ли, получается, военного? Вот что произошло. Короче, он своего пристрелил, как я понял. Это же его был, какой-то боец. Задание Великий Разрушитель будет у нас в следующей серии. Ребятушки, а пока что на этом все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь. О, нет, я пропустил. Надо будет заново, да, ребятушки, мы с вами тогда посмотрим. Видеоролик уже в следующей серии, поэтому пока что на этом все. Не забудьте еще раз подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям огромное спасибо за внимание. До новых встреч, если не переключайтесь. Будет много всего крутого, имея интересного самого вашего ранга. Спасибо за внимание и пока-пока.